Думаю, не ошибусь, если скажу, что я не ошибаюсь. Я скажу, что для каждого второго казахстанца дом и его крепость. Для большинства из нас это цель номер один. Кто-то пока только мечтает о своем гнездышке, а кто-то уже давно обустроился. Но то ощущение радости, когда вот оно, твое собственное жилье, делай ремонт и заезжай, наверное, до сих пор в памяти даже у тех, кто справил новоселье лет 50 назад. Крышу над головой, пусть и временную, обретут скоро женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или подвергшиеся насилию. В центре временного проживания им помогают восстановиться и обрести силы двигаться дальше. Директор Анна Рыль давно мечтала построить здание побольше. И, как видно, новоселье не за горами. Женщина разрушила все стереотипы, кто на стройке главный. И сейчас спокойно может давать мастер-классы по строительству. Хотя вначале были и ошибки. Когда мы только начали нашу стройку, опыта у нас не было, мы решили сэкономить. И мы взяли простой по 12 тысяч газоблок. Когда привезли, начали вложить, и он начал крошиться. Рабочие сказали, что он некачественный. Очень расстроены, потому что он начал трескаться и разваливаться. В эфире программа «Осторожно импорт». В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему участились случаи, когда стройматериалы выбираешь подходящие, но через некоторое время стены трещат по швам, а кирпичная кладка отваливается. Чья в этом вина? Строители или производители материалов? И как возвести такую стену, чтобы простояла, если не вечность, то около века точно? Наверняка вы помните сказку про трех поросят. Ниф-Ниф построил себе дом из соломы, нуф-нуф из веток. Сделали они это очень быстро и пошли хвастаться к Наф-Нафу. А тот вот уже несколько дней строил дом из камней, чтобы он был прочный и теплый, и чтобы волк не смог в него пробраться. Посмеялись братья над этим и побежали гулять в лес. В конце сказки герои прячутся в доме Наф-Нафа, который прошел все испытания, и ни один, даже самый маленький камень, не сдвинулся с места. Времена, когда жилье строили из того, что было легче достать, давно прошли. Уже и дерево не так популярно. Самым надежным зданием сейчас считают построенное из камня, а точнее бетонные панели, кирпича или газоблока. Ужас! Ужас! Хотя, может, и не самым надежным. В большинстве случаев, как это было, например, с Карагандинской без собой, причина обрушения – халатное отношение застройщика. Но зачастую не он один виноват в том, что здания складываются как карточный домик. Смотрим, красота вообще. Это облицовочный кирпич. Вот, все сыпется. Опять трещина пошла. На столичном заводе по производству ячейстого бетона показали бы коллегам из-за рубежа, какого качества должен быть газоблок. Весь секрет в хорошем оборудовании и автоклавном способе твердения сырья, то есть в специальных печах. После резки готовые массивы поступают непосредственно в автоклав. В автоклаве с сырыми массивами происходит парапарка. Она занимает порядка 12 часов. Процесс пропаривания происходит при температуре порядка 200 градусов и при определенном давлении в 11 бар атмосфер. Отсюда уже готовая продукция поступает на участок деления. Где разделяются массивы и уже непосредственно упаковываются и отправляются к клиенту. А среди клиентов как индивидуальные строители, так и крупные застройщики. Они рассказывают, что завезенные из других стран строиматериалы иногда обходятся дешевле. Это зависит от текущего курса валют. Но качество зачастую подводит. А обратно отправлять партию более чем невыгодно. Из местного газоблока, который постепенно вытесняет с рынка импортные, возвели большинство зданий вокруг нас. Вот один из примеров. Едва ли не самая престижная стройка Астаны уже близится к завершению. В данный момент идет строительство нашими газоблоками в нескольких павильонах Экспо. Поставки проводятся ежедневно. В день мы выпускаем 650 кубов. Весь завозимый материал составляет казахстанское содержание. Это сырье, которое приводится непосредственно с месторождения проверенных и карьеров, которые непосредственно проверяются перед тем, как к нам отправлять. Начиная от подсчета кубатуры для определенного дома, определенного размера, мы доставляем именно на участок для клиента, для его полностью, для удобства. Подсчитано, что для строительства двухэтажного дома площадью 170 квадратных метров вам понадобится чуть больше 50 кубометров газоблоков. Партия местного обойдется примерно в 930 тысяч тенге. Российского почти на 50 тысяч дороже. Этот образец кирпича, произведенный на нашем заводе, этот образец кирпича произведен в другой стране, который завозится в Казахстан. То есть внешне мы видим здесь трещины. Это новый кирпич. Это облицовочный кирпич, который берется для фасада здания. То есть здесь цвет намного ярче, который со временем не выгорает. Прочность и морозостойкость такова, что внешний вид не изменится порядка 50 лет. То есть здесь мы видим, что цвет уже потерялся, притом его еще не использовали в строительстве. Из земли до в печь. На Кокшитавском кирпичном заводе их выпускают 60 миллионов штук в год. Этого хватает, чтобы снабдить облицовочным материалом не только Казахстан, но и соседнюю Омскую область. Но вот странно, почему россияне, производя свой, предпочитают казахстанский кирпич? Получен сигнал о том, что облицовочный кирпич фасадный обрушился на газовую трубу. В результате падения этих кирпичей была утечка газа. Наверняка из-за таких вот случаев. Сообщения о подобных ЧП, притом с жертвами и пострадавшими, постоянно мелькают в новостях. Опыт показывает, ошибки при строительстве исправлять нужно сразу. Анна Рыль, которая строит приют, после того, как обожглась на некачественном стройматериале, приобрела другую партию. Новый газоблок местного производства, к тому же теплостойкий и не требующий облицовки. Потом нам объяснили, как проверяется экоблок. Что вот вы берете простую монетку и просто монетка ковыряете, видите, что от любого повреждения разваливается сам блок. То же самое мы можем делать вот с этим. И даже рисунок не меняется абсолютно. Вот это как бы очень радует. Поэтому понимаем, что это будет прочно, тем более, что мы планируем здесь размещать большое количество людей. Этот газобетон ровный, его легко подгонять. И режется он без усилий. Выкладываем раствор примерно 2 сантиметра. Посередине побольше. По бокам мажем, укладываем камень и выравниваем молотком. Все просто. Как выбрать качественный кирпич, мы вам тоже расскажем. Во-первых, постучите по нему. У хорошего кирпича звук должен быть звонкий. Обязательно проверьте тепловое сопротивление. Взвесьте кирпич в сухом состоянии. И опустите в воду. Посмотрим, сколько он весит теперь. На 300 граммов больше. И это вполне нормально. Качественный кирпич – это не губка для воды. Если бы он стал больше, примерно на 500 граммов, считайте, что в вашем доме были бы ледяные стены. А вот из чего строить – кирпича или бетона – это, пожалуй, личное дело каждого. Кирпич легок, прочен и долговечен. Газоблок хорошо держит тепло и стоит дешевле. Самое главное – не прогадать с качеством, чтобы было, как в той самой сказке. Дом стоял вечно, и никакой волк, ну в нашем случае ветер, ливни или мороз, были ему нипочем.